Давайте зададимся вот какой задачи в отрезках 0,1. И на этом отрезке сидит, но если он в классической постановке, множество ПФ. А если не в классической постановке, то множество ПФ. Это точечное множество, которое сидит в отрезке вы хотите. И возникает вопрос, как они распределены? Ну, этому вопросу надо как бы показать в тематический смысл. Прекрасно? Давайте я возьму какое-то число Х. Посчитаю количество элементов. Из первого множества таких, что Р не превосходит Х. Разделим это на общее количество элементов ПФУ, у которых будет вот самая сумма значительная мысль игра, и расположим предел при полустынющей бесконечности. Зададим это, скажем, как один отец. Что у нас есть классическая постановка, классический подход. У него номер один, и неклассический подход, у него номер один. То есть мы хотим посмотреть вот это. Вот мы бросаем опять наши рациональные числа на отрезок оператива по правилу, что бросим все числа составлять к негаскадирующим, и смотрим, как его негаскадирующие есть. Ну, и в пределительности. Получилось только этот принцип. Ну, это, извиняюсь, классический подход. А в неклассическом подходе можно тоже написать, вот тут у нас Н, у нас другая система обозначения теоретика классического случая, количество элементов ПФСИ из НН, таких, что ПФСИ не превосходит Х. ПФСИ разделить, я напишу на количество элементов ПФСИ и буду писать два степня для одного раза Р, входит КФ2 ПФСИ. И вот тут-то мы можем сказать, довольно-таки запомнить теоремой, которую мы обсудим позже. Гласит следующее, чтобы гласить, что в случае как раз все прекрасно, что Р-1 отрезок просто есть. Смысл этого очень простой, что если мы бросаем несократимые дроби на отрезок, то количество несократимых дробей, попавших вот в этот вот интервал, оно, грубо говоря, асимпатически пропорционально не интервалом. Вот отношение количества дробей, попавших сюда, количества всех дробей, это как раз и есть Х. Все прекрасно, все соответственно, здравым смыслом. Но это доказательная теорема, в одной из лекций, в одной из лекций, в одной из лекций, в одной из лекций. Второй обед не классический. Он странен. Р-функция, я имею в виду F2. Что это такое? Подставить здесь знак вопроса. Знак вопроса здесь носит бояркий смысл. Вопрос, мы можем так сказать, написать правду, что это такое, поставить знак вопроса. Можно вот что это такое? Знак вопроса, написать, что это равняется вопросу адекса. Потому что эта функция была введена Менковским, и она называется вопросом функции Менковского. Итак, давайте звони, я преда Фарею, Фарею, Генгурну, потому что эта теорема, мы вам узнаем позже. Последующий лист. Поэтому я классическую, но она связана действительно с глубочайшими вопросами теории числа из этого церемонта и так далее. Ну, или сейчас там. F2, она традиционно обозначается вопросом ТЭКС, введенная Менковским в начале 20-го века. В те времена странные функции были достаточно дикой, потому что только недавно появилось нового Кантера, а не еще множество и так далее. Только тогда появилась теория Лебеда. И функция, которая ведет себя непонятно как, а естественным образом возникает, оказалась такой дикой. Поэтому Менковский ее означал вопросом. Так вот, функция вопроса адекса очень, ну, на первый взгляд, по крайней мере, на взгляд математики начала 20-го века, очень необычные свойства. Ну, вообще, почти очевидно, что клубы функции, шаг функции расходления монотонны. Конечно, вопрос адрес монотонны. Это вполне естественно. Потому что она не убывающая, естественно. Монотонна возрастает. Почему возрастает, непонятно. А почему? Ну, ну что не строго возрастает, это естественно. Да, конечно. Потому что количество не уменьшается. А про строго сейчас я не буду. Но на самом деле строго. На самом деле строго. Второе. Второе, менее очевидное свойство, непрерывное. Тоже непонятно. Вершиной своего творчества Лебек считал теорему «бега», а монотонные функции. Эта теорема, мне кажется, что монотонная функция почти всюду дифференцируется в собственном смысле. То есть, значит, почти всюду у нее есть конечное произведение. Да. Это действительно очень красивая теорема, которая, к сожалению, не всегда проходит в своей результате после Микмарова. Ну, даже скорее редко проходится, но теорема безумно красивая. Невероятно. Теорема красивая. Более того, которая может отдельно с кусочками. Ну, «бега» и «бега» и «бега» и «бега» почти всюду дифференцируем в собственном смысле. Ну, значит, есть предел, соответственно. Есть предел. Если, значит, существует лимит дельта f к дельта x при дельта x стремящемся к нолю, принадлежащий меньше бесконечности. Важно, что меньше. Да? Вот. Мы с вами докажем замечательную теорему, которую теорема салила, что если существует вопрос штрих от x в некоторой точке x, то этот вопрос штрих от x равен ноль или бесконечности. Ну, тут, значит, надо вообще омном смысле говорить я в более широком смысле. То есть, когда вот в теории медрак касательно вертикальности. То есть, производная бесконечна, касательно существует. То есть, так было. Как? Производная равна бесконечности. Ну, оказывается, что функция Ленковского обладает этим свойством, что если у нее есть производная, в какой-то точке, в смысле того, что есть касательный топ, либо глава офицер бесконечности в ноль. То есть положительным числом не бывает. Значит, производная почти всюду. Да, так. Значит, как следствие, что-то, почти всюду равно нолю, да. Почти всюду вопрос шейхар-рес, равен ноль. Такая очень забавная. Так. Вообще говоря, она в лестнице и всплывает. Кантер-лестница, у нее тоже производная, нулевая, и это никого не спрещает. Вообще, это теоризм является иллюстрацией осмысленности курса математического анализа. Несчастных студентов учат, что если есть предел у последовательности АМ, и если есть предел у последовательности ВН, то тогда, значит, надо подумать, вот почему мы сейчас не делаем это. Если существует предел при Н с тремяющейся бесконечности АМ, равен А, и существует предел при Н с тремяющейся бесконечности ВН, равен В, то существует предел при Н с тремяющейся бесконечности АМ, разделить на В, равен АМ. но если студент так отвечает ему ставят вааа потому что вот самого важного ты не сказал и вот студенты страшно огорчают теоретически смысл она нужна для того чтобы учить студентов для того чтобы не фрисовать после этих нулём которому оно не равно но делать то что мы сейчас будем доказывать в следующий раз вот эту историю и именно будем использовать вот это утверждение из анализа и что тут не равно угол будет именно посвящен вот такое оправдание анализа нету анализа вообще интересной наукой и для нескольких посвященных слушателей я хотел задать один вопрос связанный с ради функция Ленковского не раз приоткрывалась вы думаете почему я заинтересовался в функции Ленковского потому что однажды я сам придумал эту функцию то есть доказал мне какую-то терапию потом выслушал после Ленковского я переоткрывал какие математики как саны кашуа ну в каком-то смысле тропер тихий так вот функция монотонна но вот на самом деле она строга монотонна и мы это обсудим в ближайшее время что так строга монотонна значит у нее есть обратная обратная функция если функция возрастает обратная она тоже возрастает значит она обладает темной станции послушала почти всю эту функцию как кажется слушайте что можно сказать про производную обратную функцию почему она равна почти всю любую это почему это функция Менковского отображает множество нулевой мерой множество полной меры и обратно то есть сам множество нулевой меры отображает множество полной меры ай как плохо то все вот так вот обратная функция вкладка переоткрыта конвейер вот для нее тоже дурацкое значение бокс функции конвейер обладает функция ну я думаю что одно из этих значений должно исчезнуть это должно исчезнуть это должно исчезнуть это должно я думаю что